Трусливый ты кусок фекалии, это тебе Студеникина прессовать, это не Вайлдберрис штурмовать, да? Попробуй штурмани Студеникина, вот где тебе не дадут. Как думаешь, Кадырёк такой слабый, что его можно так просто упаковать, типа есть армия? А ты сомневаешься в этом? Значит, в 2015 году Кадыров собрал там очередную порцию бородатых ребят, тогда еще преследовали бородатых, это было у Русмартани, собрал их в каком-то спортзале. И тогда у него произошел интересный диалог с одним из задержанных. Задержанный парень пожаловался Кадырову, что у него в 2002-2003 году был похищен отец и пропал без вести, и в общем не знает где он находится. И Кадыров тогда сказал этому, отвечая этому парню, сказал, что я полностью чувствую твою боль, у меня аж мурашки по телу, и искать и ждать ваших родителей, к сожалению, уже не стоит. Вот тогда были, значит, преступники, и назвал Шаманова, Буданова, Студеникина, который командовал спецоперациями. Мы, и я ищу, он говорит, этого преступника, тогда, в 2015 году, имею в виду, я ищу этого преступника, чтобы его наказать. Давайте, чтобы это не просто с моих слов было, посмотрим эту речь Кадырова. Мы, ищу, 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 ищу. Это 2015 год. Кадыров говорит, что он ищет Студеникина. В 2022 году, два года назад, один из моих подписчиков нашел тогда Студеникина, и мы Кадырову его показали, я записал тогда видео, оказывается, на тот момент Студеникин работал в ОДКБ, занимал там руководящую должность. Мы Кадырову тогда указали, где его найти, что он находится в ОДКБ, и Кадыров его, видимо, не нашел, никакого продолжения в этой теме не было, и, по всей видимости, Студеникин как-то удачно спрятался. Спрятался, ушел, опять потерялся. Видимо, вот Кадыров его снова искал, и вот спустя два года, сейчас 2024, мы его опять нашли. Мне написала мать чеченского парня, который был похищен в 2003 году, как раз когда Студеникин был командующим теми самыми спецоперациями. Я зачитаю письмо этой матери, Кадырова, ты хорошо послушай. Обращение к Рамзану Кадырову. Она решила через меня к тебе обратиться. Рамзан, я мать чеченца, похищенного в 2003 году. Я обращаюсь к вам спустя годы после вашего заявления о том, что похищенных в начале 2000-х годов в Чечне больше не стоит ждать, и что они не вернутся, тем самым указав, что они были убиты. Я смирилась с мыслью, что возможно когда-то увижу своего сына, но надеюсь хотя бы узнать место его захоронения. Моего сына, которому было всего 17 лет, забрали прямо из дома во время зачисток. С того самого 2003 года о нем больше ничего не известно. Российские преступники, направленные Путиным, среди которых Шаманов, Буданов, Студеникин и другие, похищали молодых чеченцев. В те годы множество мужчин от 15 лет забирали из домов. В те годы, если говорить честно, в Грозном многие мирные жители до 2002-2003 годов даже не знали, кто такие Кадыровы и Кадыровцы. Вас и вашего отца не было видно в Грозном, вы не выезжали дальше Гудермеса. Вы ничего не решали в целом по Чечне. Вся власть была в руках федералов. Впервые я услышал о вашей семье по радио, когда в новостях сообщалось о каком-то преступлении, связанном с вашим братом Зелимханом. Вот тогда я впервые узнал о фамилии Кадыров. Вот здесь, наверное, идет речь о той истории Кадыров, когда твой брат в санатории Кисловодске, помнишь? Он, будучи под воздействием наркотических средств, пострелял. Ну да ладно. К чему я это говорю? К тому, что ни вы, ни ваш отец Ахмат тогда не имели реального влияния в Чечне. Мирных жителей похищали и убивали российские военные. Военная прокуратура и суды бездействовали. Военные комендатуры отказывались признавать, что у них находятся наши сыновья и мужья. Просто отрицали их присутствие. Люди, вернувшиеся домой по приказу российских властей, для восстановления мирной жизни, просто исчезали. Но спустя годы вы, Рамзан, вышли с заявлением на весь мир о том, что ищете виновных в тех событиях. Это вот то, что я вам сейчас показал в 2015 году, то, что Кадыров сказал. Вы назвали имена Шаманова Студеникина. Вы заявили, что не можете найти Студеникина, чтобы наказать его за его преступление. Ведь при нем похищали наших людей. Но Томсов в одном из своих эфиров указал вам, где именно можно найти Студеникина. Он не прячется, а занимает высокую должность в российской структуре. Ну, там речь идет о ДКБ. Не совсем российское, но, короче, суть понятна. Сегодня, в 2024 году, он служит на новой должности руководителем аппарата российского комитета ветеранов. Я предоставляю вам его актуальные данные. Здесь я прям тебе их покажу и зачитаю. Имя. Александр Игоревич Студеникин. Должность руководитель аппарата российского комитета ветеранов. Адрес город Москва, Гоголевский бульвар, дом 4. Рабочий телефон, плюс 70, 395-695-28-29. Рамзан, когда вы накажете этого преступника за похищение и убийство чеченцев? Вы сами назвали его имя на весь мир, но спустя годы он по-прежнему безнаказан и продолжает занимать посты в разных российских структурах. Это уже второе обращение, в котором вам указывают его местонахождение. Ваши действия могут стать символом справедливости для чеченского народа. Если вы действительно намерены исполнить свои обещания, то накажите Студеникина по закону. Это был бы достойный поступок, который показал бы всем, что ваши слова на той встрече с чеченскими мужчинами были не пустыми. Многие чеченцы так и не дождались своих похищенных сыновей и мужей. Вы своим действием могли бы показать, что справедливость существует, и она восторжествовала, как завещал ваш отец. Мы следим за вашими действиями и ждем справедливости. Мать похищенного сына. Кадыров, я еще раз покажу тебе этот адрес, давай, чтобы не было каких-то недоговоренностей. Смотри, вот, сделай этот стоп-кадр, Кадыров, прям, значит, скрин, отправляй его в необходимые органы, структуры, следственный комитет, свои полки, батальоны, куда надо, везде отправляй. Как видишь, тут указан адрес и телефон. Ты можешь, в принципе, позвонить сначала, если хочешь сообщить, что ты идешь. Но лучше, наверное, как в Вайлдберрис. Вот в Вайлдберрис ты же отправил людей, Деримханова, адвоката какого-то. Вот где надо это сделать. Трусливый ты кусок фекарии. Это тебе Студеникина прессовать, это не Вайлдберрис штурмовать, да? Попробуй штурмани Студеникина. Вот где тебе не дадут разыграться. С Вайлдберрис бизнес вопрос, чисто такая криминальная тема, где стоят подобные тебе люди, которые не находятся под защитой у Кремля. Но Студеникин-то совершенно другое дело, да? Со Студеникиным это не пройдет. Попробуй отправить туда своих штурмовиков. Попробуй вот историю с Вайлдберрис, там повтори. И тебе очень быстро, куда надо, стукнут. Очень быстро тебе укажут место. И самое интересное, если такое, ну, в теории даже, представить, что такое бы произошло, здесь бы никакие контракты с Минобороны, никакое СВО, ничего бы не сработало. Вот ты это прекрасно знаешь, ты хорошо чувствуешь, где тебе можно, где тебе нельзя. Вот Вайлдберрис, это вещь, где тебе можно. Это ситуация, где можно и пострелять рядом с Кремлем. Потом контракты, там, через СВО отмазать не проблема. Со Студеникиным так, конечно же, не получится. Но я искренне буду рад, если ты сейчас сделаешь так, что я, что я, кажется, не прав. Так, вот, опозорь меня в этом вопросе, Кадыров, я буду рад искренне и поблагодарю тебя. Вот он, враг, человек, на чьей совести тысячи похищенных, загубленных жизней. Хотя, кому я говорю, да? Ты-то в этом вопросе наверняка похлеще студеникина. Тем не менее, если один наш враг уничтожит второго нашего врага, мы этому обрадуемся. Так что, Кадыров, ты это знаешь показывает то, что ты никого, и ты никогда этого студеникина не искал. Ты всегда знал прекрасно, где он находится. Тот, кто искал, это был Юсуф Тимирханов. Вот как только он нашел, он моментально вопрос решил. Ты, я тебе в 22-м году указал, где он находится, ты ничего не сделал. Вот я сейчас второй раз тебе указываю, точнее, мать похищенного чеченца, без вести пропавшего, тебе указывает, где он находится, его адрес, его телефон, все, что тебе нужно. Давай, Кадыров, повтори историю с Уайлдберрис, попробуй, докажи нам, что ты можешь. Ты любишь критиковать, но что бы ты сам сделал своим человеком, будь ты у власти. Ты про студеникина говоришь? Ну смотри, я бы сделал то, что я могу сделать, какие у меня есть возможности. Например, если я говорю, что я его ищу, публично это делаю на камеру, значит, если я его ищу, какие-то возможности у меня есть, соответственно, я эти возможности привел бы в действие. Если же у меня этих возможностей нет, ну то есть и другие ведь возможности, у Иосифа Тимирханова ведь нашлись возможности. Было бы желание, здесь нет желания. Я-то понимаю, почему у него его нет, он может сколько угодно болтать, но студеникин это военный генерал, и он находится под защитой власти. У него иммунитет от Кремля, от Путина, и Кадырову там устраивать Вайлдберрис не дадут. С Керимовым, как его, Барахоевым, с кем угодно дадут. И там Кадыров окажется сильнее любого из них, в этом нет сомнений. У Кадырова в этом плане, в таких криминальных разборках, где на какой-то стороне не стоит Кремль, сегодня у него нет равных. В России он переедет в любого, допустим, ну кто, кого мы можем сегодня противопоставить им, у кого есть армия таких же головорезов, убивавших, убивающих с опытом военным, у кого они еще есть? Да не у кого. Но там, где идет соприкосновение интересов с российской властью, не с какими-то криминальными структурами, а именно властью. То есть Кадыров вместе со всей своей вот этой шушерой кадыровской, он силен против невластных структур. Там, где братва, братки собираются, вот там он силен, ему там равных нет. Был Пригожин в свое время, и все, его больше нет, и для Кадырова соперников на этом поле нет. Но там, где речь идет о ФСБ, МВД, ГРУ, каких-то спецназов там армейских, МВДшных, ФСБшных, то здесь Кадыров это вообще просто чепуха. Его вот так просто по щелчку ни Кадырова, ни Кадыровцев, ни следа просто от них не останется. Здесь эта сила, то есть, если на этом поле Кадыров такой сильный, то уже на этом поле властных структур Кадыров это сошка какая-то, вообще ничего из себя не представляющего. И Кадыров это понимает. Вот Студеникин, это человек, за которым ни Кримов стоит, ни Барахоев, ни какие-то спортсмены. Студеникин, это человек, за которым стоит Кремль, Минобороны, генералы, структуры. Вот какой человек, его тронуть, это значит обидеть, разозлить, даже не обидеть, разозлить Путина. А если Путина разозлить, он может поднять свою трубочку спецсвязи, кому надо Бортникову, я не знаю, кому там еще сказать несколько слов. Моментально пара вертолетов, спецназ Альфа, очень быстро упакуют. В общем, Кадыров понимает, где ему можно, где нельзя. И вот Студеникин, это вопрос, где нельзя. Он это знает, поэтому он сейчас посмотрит вот это мое видео, укусит себя за нижнюю губу, ничего сделать не может. И все, тема закроется. Но если я окажусь неправ, и прямо сейчас, посмотрев это, Кадыров уже набрал кому надо Делимханова и своих головорезов отправил по этому адресу к Суденикину, и окажется так, что он сделает то, что надо, то я буду этому рад. Я буду рад оказаться неправ. Томсу, ты с такой усмешкой сказал, не какие-то там спортсмены, отсылаясь на стороны Гушея Белгариса. Субханалла, ребята, почему вы, почему ваша эта ненависть, она настолько вас ослепляет? Это не с презрением, это говорится с улыбкой, потому что это другой уровень. Где спортсмены и где спецназ Альфа Групп со всей поддержкой властных структур, с оружием, с неограниченными возможностями, ну, это разные уровни. Конечно, ты об этом говоришь с улыбкой. И кому об этом мы говорим? Мы говорим об этом Кадырову. Кадырову, здесь тебе не за Студеникиным не спортсмены будут стоять, а серьезные властные структуры. Субханалла, что бы, как бы ты ни сказал, даже когда ты врагу что-то говоришь, видите, вы даже там копаетесь, пытаетесь что-то там найти. Вот он не так сказал, а вот у него выражение лица было не такое. Вы же понимаете, почему вы это делаете, что вами движет? Это ведь не справедливость вами движет. Ведь слова, вы слышите слова правильные, но вы не хотите их принимать. Вы начинаете копаться, когда вы не можете прикопаться к словам, вы уже начинаете мимики, выражение лица. Это недостойное поведение. Как думаешь, Кадыров такой слабый, что его можно так просто упаковать, типа есть армия? А ты сомневаешься в этом? Вспомните, как упаковывали дагестанских чиновников. Просто прилетал вертолет, прям на территории садился и быстренько упаковывал. Допустим, прилетают два вертолета со спецназом на территорию резиденции, высаживаются. Кто будет им противостоять, как вы думаете? Кто сможет? Как быстро там соберутся? Как они смогут это заблокировать? Да перестаньте. С Кадыровым история такая, что его-то и не так нужно вязать. Его-то достаточно просто вызвать. А ну-ка, приезжай на разговор Кремль. Он приезжает, а потом уже не возвращается. Кабинет заходит в администрацию президента, а оттуда уже не выходит. Все, вопрос закрыли. И как вы думаете, кто там в Чечне за это пойдет на Кремль? Или куда они там пойдут? С кем они начнут воевать, конфронтовать? Короче. Раскрой тему, что в Чечне нет правителя, многие не знают, как реально обстоят дела. Для тех, кто говорят про правителя в плане исламского, шариатского понимания, там, конечно, речь идет о правителе мусульман, против которого нельзя выходить. И у этого правителя мусульман есть определенные атрибуты, которыми он должен обладать. И в эти атрибуты никак не входит наместничество российского царя. Не может быть наместник российского царя правителем правоверных. Это как плюс с минусом. Они не могут соприкасаться. Вот то же самое здесь. Поэтому те, кто нам пытаются подобное сказать, что мы должны подчиняться в шариатском понимании, в исламском понимании этого подчинения, мы должны подчиняться российскому наместнику, назначаемому Путиным. Причем назначаемому-то после чего? После того, как он пришел с войском, оккупировал нашу территорию и потом нашел среди нас самого ничтожного, сделал его своим наместником, поставил его над нами. И после этого он вдруг обрел все атрибуты правителя правоверных. Вы в своем уме, ребята. Я думаю, это настолько легкая для опровержения чепуха. И она настолько необоснована. Те люди, кто ее проговаривают, никогда не смогут ее обосновать. Поэтому на это даже не стоит тратить время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok